Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Поздравляю вас с наступившим новым 2016 уже рабочим годом и с тем же самым поздравляю гостя студии, гостя «Особого мнения». Яна Чеботарева, юрист. Ян Евгеньевич сегодня в нашей студии в «Особом мнении». Добрый день, Ян Евгеньевич. Добрый день, спасибо за поздравление, Володя. Мы сегодня будем затрагивать не только правовые, но и иные вопросы. И, безусловно, у наших слушателей есть задать вам вопрос на нашем сайте. Есть специальная форма. Есть один вопрос, чуть позже его озвучу. Он как-то будет привязан к первой теме, которую я хочу поднять. Ну и, безусловно, на нашем сайте есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Итак, хочу начать с так называемого дела Ведерникова. Впрочем, почему так называемого? Дело уголовное есть? Было вернее уже, да? Почему есть? Имею в виду Николая Ведерникова, руководителя директора обслуживающей организации, жест номер 3+. Все дело в том, что 21 марта прошлого уже года с крыши дома по адресу Ленина 86, в ведении как раз-таки вот этой обслуживающей организации, этот дом находится, упала большая ледяная глыба, упала она на Валерия Мишурина, в результате чего Валерий полностью лишился зрения. И вот 30 декабря, накануне Нового года, состоялся суд. Вы исходом недовольны, вы уже написали... Закончился. Закончился. Вы исходом недовольны, написали, что будете жалобу, да? Поддавать. Да, жалоба уже есть? Жалоба готова. Сегодня от вас вернусь в офис, распечатаю, подпишу и отправлю. Но, слава богу, ни госпошин, ничего платить не надо. Жалоба будет подана. Мы, безусловно, не согласны с подобного рода приговором. Полагаем о том, что господин Ведерников просто был освобожден от наказания. Ну, давайте напомним тем, кто не в курсе. Прокуратура просила 3 года. 3 года, да. Вы были с этой позиции согласны. Согласны. В результате 3 года условно и тут же амнистия в связи с 70-летием победы. Вот так вот. Да. К майскому празднованию Дня Победы Государственная Дума своим постановлением действительно объявила амнистию. Все граждане, осужденные к уголовному наказанию, не связанному с лишением свободы, либо условно осужденные, освобождались от наказания. И суд счел возможным применить именно это постановление. Предпосылками для такой возможности являлось то обстоятельство, что Ведерникову наказание было назначено ими как условное. То есть суд назначил 3 года лишения свободы, условно, и тут же амнистировал Николая Ведерникова, сославшись на постановление Государственной Думы. Мы полагаем о том, что потерпевшая сторона, семья Мишорина, мы полагаем, что подобного рода судебный процесс ни одной из своих целей не достиг. Погрозили пальцем человеку, все-таки на наш взгляд суд должен был руководствоваться не исключительно лишь смягчающими обстоятельствами, обстоятельствами, смягчающими вину Николая Ведерникова, причем в которых он никоим образом сам ничего не сделал для того, чтобы эти обстоятельства у него появились. Наличие несовершеннолетних детей и тяжелое заболевание, цирроз печени. Ну, написали об этом, да. Да, это озвучивалось, мы указывали суду и говорили о том, что как-то странно получается, господин Ведерников сам сделал все для того, чтобы сделать себя инвалидом, в то же время Мишурин инвалидом сделал он сам. Вот, получается, что никакую их ответственность человек просто не понес. Безусловно, мы считаем, что назначенное судом наказание является чрезмерно мягким, приговор, соответственно, несправедливым. Жалоба будет подана, посмотрим. Очень часто... Это жалоба на что может повлиять? И чего конкретно? Что конкретно в этой жалобе будете указывать? Областной суд вправе пересмотреть приговор. Считается, что приговор излишне мягкий является несправедливым, назначенное наказание не отвечает целям восстановления социальной справедливости. Обо всем этом мы пишем, мы указываем, что ни извинения не были принесены никоим образом, ни вину Ведерников свою не признавал, даже не извинился просто. Вот, не говоря уже о какой-то материальной компенсации и прочее прочее. То есть мы полагаем о том, что фактически слишком мягкое наказание было ему назначено. Если областной суд с нашими доводами согласится, то в случае назначения Ведерникова наказания, связанного с реальным лишением свободы, постановление Государственной Думы об объявлении амнистии его уже не коснется, и он может быть взят под стражу в зале суда. Сроки рассмотрения этой жалобы, когда может результат появиться? Тяжело прогнозировать сроки назначения дела к рассмотрению, тем более уголовного дела. Обычно хватает месяца для того, чтобы уведомить все стороны, для того, чтобы все стороны, включая прокуратуру, ознакомились с нашей жалобой. Я думаю, что где-нибудь к середине, 20-м числом февраля сего года решение уже будет рассмотрено в областном суде, и приговор либо вступит в законную силу, либо будет пересмотрен. Давайте пойдем дальше. У нас снова зима, она наступила у нас неожиданно. Как ходите? Тьфу-тьфу, конечно, но все мы по большому счету в зоне риска находимся, все мы ходим по улицам, ездим, по-прежнему много снега, льда на крышах и так далее, под ногами. И на месте Валерия Мишурина действительно может оказаться каждый из нас. Еще раз тьфу-тьфу-тьфу. Вот как раз вопрос с нашего сайта Юлия задает. Добрый день. Чиновники заверяют, что дороги и тротуары у нас зимой под контролем, но пешеходы продолжают падать, травмироваться, а водители на неочищенных трассах попадают в ДТП. Кого-то за это можно привлечь к ответственности? Ну, безусловно. Юлия упрошает. Безусловно. Давайте с пешеходов начнем. Давайте начнем с пешеходов. Сам бывает, хожу пешком, мало того, что полезно еще и приходится, но тем не менее. По сравнению с прошлым годом, управляющие компании в том случае, если не могут немедленно очистить снег, налить ледышки на крышах, как минимум, в настоящий момент стараются всегда выставить предупреждающие аншлаги, для того, чтобы не повторялся вот тот ледопад прошлого года, который имел место быть, о чем мы с вами уже раньше поговорили. Что касается падения на плохо очищенном, например, тротуаре, существует правило благоустройства муниципального образования города Киров, где предусматривается кто, как, когда производит очистку тротуаров. Безусловно, если существует наледь какая-то, управляющая компания обязана в кратчайшие сроки принять меры к посыпке данной наледи, песочком почистить снег. Если подобного рода действия не осуществляются, можно требовать и компенсации морального вреда в случае, упаси бог, падения, либо компенсации вреда здоровью, если падение само по себе повлекло какие-то последствия в виде ушибов, растяжений и, не дай боже, переломов. Безусловно, можно. Что касается автодорог, здесь ситуация немножко хуже. Почему? Безусловно, существуют правила содержания автомобильных дорог. Безусловно, не всегда эти правила исполняются. Но у нас есть правила дорожного движения, где существует пункт 10.1 скоростной режим. Это требование к водителю. Да, который говорит о том, что водитель должен, сообразуясь с дорожной ситуацией, с качеством дорожного покрытия, с видимостью, да с чем угодно, выбирать скоростной режим таким образом, чтобы постоянно контролировать собственную автомашину. Соответственно, если в результате плохо почищенной дороги, как спрашивает наш слушатель, произошло какое-то ДТП, ГИБДД должно будет, выехав на место происшествия. Зафиксировать факт дорожно-транспортного происшествия. Очень часто, кстати, люди не считают нужным озаботиться вызовом ГИБДД, если ДТП произошло в условиях неочевидности. Тогда, когда не две автомашины столкнулись, а когда человек сам где-то... То есть правило, с управлением, да, и с трассы, что называется, слетел. После чего, да, эти же сотрудники ГИБДД должны сделать вывод о причинах, подлегших подобного рода происшествия. Если будет сделан вывод о том, что вины водителя никакой нет, и он правильно выбрал скорость, он надлежащим образом управлял автотранспортным средством, Был тресв, химия резина, приседег и прочее прочее. И исключительно лишь по недобросовенности дорожников не справился с управлением, тогда, конечно, можно требовать компенсации и морального, и материального вреда, и чего угодно еще. Но что-то мне подсказывает, что это очень малореальный случай. Как правило, все дорожно-транспортные происшествия происходят в результате как раз неверно выбранной скорости движения. Вам случаи такие известны? Очень часто. Нет, я имею в виду, когда человеку все-таки удалось взыскать что-то с дорожников. Ну вот непосредственно с зимними условиями нет. С некачественностью дорожного полотна у меня у самого было несколько случаев, когда человек попадал на автомашине в яму, которая была выше и больше стандартных размеров ям. У нас, к сожалению, в Российской Федерации даже ямы стандартизируются. И с Кагубкиров автотура были взысканы вверх соответствующие денежные средства на ремонт поврежденного автомобиля. Это было в 2015 году как раз. Но это не зима, опять же. То есть здесь очень тяжело мне, как юристу, например, будет доказать отсутствие вины водителя в том ДТП, которое, упаси Бог, может произойти в результате неверно очищенной дороги. И вот 9-го числа самый яркий пример. На дорогу была ужасная каша. У меня вроде и большая машина, и полноприводная, и прочее, и прочее. Но таскал ее изрядно, поэтому я все-таки скорость немножко поменьше держал и выше 40 км в час не передвигался по загородной трассе. Хотя мог бы, конечно, и 60, и 70, и 80, но что бы тогда было. То есть здесь нужно, конечно, рассматривать возможность возложения ответственности за возможное ДТП на кого-то еще. Но все-таки снимать с водителя ответственность, на мой взгляд, было бы неправильно. В общем, Юлия, это ответ на ваш вопрос. Можно добиваться справедливости, но не просто. Не просто, и нужно в любом случае анализировать каждый конкретный случай. То есть какого-то готового рецепта здесь дать нельзя. Я напомню, что это особо не юрист Иоанна Чеботарева. Знаете, Иоанн Евгеньевич, накануне Нового года к нам приходили персоны в особое мнение. И у нас такая традиция была, да, спрашивать их мнение по поводу самых ярких, главных, значимых событий. Неужели, что уже 2015 года, вот я по тому же пути хочу пойти и хочу вас попросить отметить три, на ваш взгляд, важных события, неважно на каком уровне, области страны мира. Как со знаком плюс-3, так и со знаком минус в 2015 году. Со знаком минус-3. Я знаю, что вы задумались. Задумались. Крепко на эту тему. С каких начнем? С положительных или с отрицательных? Давайте с отрицательных. Давайте. Ну, прежде всего, конечно, бардак, который творится в экономике страны, докатился и до города Кирова, и до близлежащих окрестностей. Достаточно дойти в любой продуктовый магазин с тем, чтобы увидеть, что цены почему-то начали расти. Мягко говоря. Ну да. Почему-то начали. Почему-то. Поэтому, наверное, номером один в череде негативных каких-то проявлений ушедшего года, ну, я бы отнес, это рост курса валют, рост цен, снижение доходов. Я человек неплохо зарабатывающий, но, честно говоря, это и мне как-то по карману бьет, не нравится. Вот. Второй момент на региональном уровне отрицательный. Слишком много смертей в этом году было. Смертей громких. В прошлом уже? В прошлом, да. Смертей громких, смертей неприятных, смертей людей, с которыми я лично был знаком. Генерал-майор Бучнев погиб у нас в 2015 году. Ровно год назад. Чуть-то больше уже, да. Сергей Евгеньевич Лузянин. В декабре. Да. Совсем недавно. Поэтому, ну, слишком негативов тут негатива много. В общем, отрицательных эмоций по поводу как раз-таки ухода их из жизни, да, знакомых вам людей. Вот. Второй момент. Третий. Третий негативный момент. Так, вот сказал, что легко негатив найти. Сейчас, дайте быстро подумаю. К сожалению, к сожалению, не порадовали депутаты Кировского ЗАГС Собрания. Помню, что где-то в середине 2015 года была очень разумная инициатива Дмитрия Русских, Женихова, еще кого-то третьего, не помним, к отмене транспортного налога. Ну, тема, которая поднимается разными парламентами на протяжении последних лет. Да, да, да. Предлагалось, ну, не отменить транспортный налог, а включить его в цену ГСМ с помощью акцизов, акцизов сборов. Так он, по сути, там есть уже. Ну, у нас получается, что у нас, простите, как-то так всегда выходит, что у нас заодно и то же любят брать и один, и два, и три, и четыре раза. Ситуация с этой же системой Платон многократно обсуждалась и как раз сводится именно к этому, о том, что за само по себе владение транспортным средством, даже если оно стоит у вас в гараже, и вы им не пользуетесь, вы платите и налоги, и если вы заправляетесь, вы платите и акцизы. Это не совсем верно. Вот. Дума, наше законсобрание, не поддержало эту инициативу, хотя, если мне память не изменяет, примерно где-то 46 или 47 процентов, по-моему, было за подобного рода отмену транспортного налога, но большинство все-таки проголосовало против. Ну, это досадно. А вы знаете, кстати, что правительство России, об этом Дворкович говорил неоднократно, оно, в общем-то, не возражает против отмену транспортного налога. Регионы держатся за него, потому что... Ну, это региональный налог. Региональный, да. Причем сумма у нас, там, порядка миллиарда рублей. Ну, согласен, что потерять подобного рода цифру из бюджета, это очень неприятно, и, наверное, в краткосрочной перспективе это весьма ощутимо. Однако мне представляется, что если не жить исключительно с сегодняшним днем, а попытаться как-то спрогнозировать, какое влияние подобного рода шаг может оказать на экономику в среднесрочной перспективе, ну, наверное, это было бы оправданным. Я часто, кстати, езжу по разного рода городам и весям, как нашей страны, так и ближнего и дальнего зарубежья. И очень многие иностранцы недоумевают, почему, уплачивая налог на доходы, они должны еще платить налоги за ту недвижимость, за транспортное средство, которое на эти доходы, уже обложенные налогом, они и приобрели. Это вы им российскую ситуацию описываете, да? Да, я им описываю российскую ситуацию, и они удивляются, кстати, во всей Европе нет ни налога на автотранспорт, ни налога в каких-то большинстве стран, ни налога на недвижимость. Там есть исключительно НДФЛ, налог на доходы физических лиц, там прогрессивная, регрессивная шкала, как угодно, но считается, что если человек заплатил налог на свои доходы, он может эти деньги хоть в печку складывать, хоть недвижимость покупать. Не облагается само по себе владение какой-то недвижимостью, приобретенной на честно заработанные деньги дополнительными какими-то налогами. У нас, к сожалению, не так. У нас нужно и НДФЛ заплатить, и если ты эти деньги не прогулял, пропил, подарил, потерял, в квартиру, например, вложил, либо в дачу, либо в машину, то еще будь любезен, с этой недвижимости, с этой автомашиной, еще государство плати каждый год. И черт ногу сломит в нашем налоговом законодательстве. Ну, разобраться можно, разобраться можно, но этому нужно специально учиться, либо опять же идти в специалисты. Хорошо, три отрицательных события 2015 года. Давайте попробуем найти положительное, радущее, светлое, то, что вызывает положительный бокс. Меня, как юриста, откровенно порадовало окончание в 2015 году пресловутого дела Березина. Все-таки точку поставили. Пусть, конечно, непосредственно Олег Юрьевичу это стоило и нервов, и денег, и тем не менее, все-таки правда восторжествовала, уж больно смешная формула обвинения имела место быть. Я напомню о том, что прокуратура там сказала, что все, претензий не имеем. Да, так или было? Ну, если бы они сразу сказали, это было бы еще проще, наверное, так. Все-таки на протяжении нескольких лет из человека ввели веревки, и причем ходили слухи, что чуть ли не просили поделиться бизнесом. Ну, тем не менее, все закончилось неплохо, правда восторжествовала. Прокуратура, как орган, представляющий государство в уголовном процессе, отказалась от обвинения. Невиновные люди не пострадали, слава Богу. Опять же, там помимо непосредственно господина Березина, который многим, наверное, неприятен своей деловой активностью и удачливостью, там еще были задействованы совершенно нормальные, обычные люди, специалисты неплохого уровня, оценщики, специалисты департаментов. Да, напомню, что говоря о деле Березина, мы подразумеваем не только Смолова Леогаевича, но и еще лиц прошедших на этом делу. Поэтому для меня это, безусловно, положительный момент ушедшего года. Вам, кстати, неизвестно, Олег Березин, уже делал попытки или делает попытки получить какую-то консенсацию? Потому что нам, журналистам, об этом неизвестно. Вы знаете, насколько знаю я, исходя из открытых источников, таких попыток не предпринимается. Ну, я думаю о том, что и не будет предприниматься. Поговаривают, что отсутствие претензий к казне является безусловным фактором, который оговаривается в тех случаях, когда прокуратура отказывается от обвинения. Но, опять же, это исключительно лишь только домыслы, слухи. Но, как водится, слуха берет, дыма без огня не бывает. Некая закулисная деятельность, возможно, имела место. Я допускаю. Я не сторонник теории заговоров, но мне кажется, что было бы, наверное, логичным предположить, что, отказываясь от обвинения, прокуратура все-таки попыталась как-то соблюсти интересы и бюджеты. Допускаю такое. У нас остается 2-3 минуты этого перерыва. Давайте еще два события. Опять же, прокуратура, обратившись в суд, отстояла часть парка Победы, оспорив сделку, которая была совершена муниципалитетом, достаточно дешево продавшим часть парка. 4 с лишним гектара. Ну да. В руки частной структуры. Очень неплохо, опять же, с учетом того, что поговаривали, что фирма, приобретшая часть этого парка, якобы была близка к лицам, входящим в состав верхушки администрации города. Прокуратура еще. Да, прокуратура здесь молодец. И третье событие. Третье событие. А вот не скажу. Плохого все-таки больше получается. Плохого больше. Три, на мой взгляд, да? Негативных событий, два только положительных. Хотя, если подумать, может быть... Ну, если покопаться, то всегда что-то хорошее можно... Да, более личное, о чем не хочется, да, говорить? Слух, все как-то не говорят. Сейчас перерыв небольшой, после которого продолжится особое мнение юриста Яна Чеботарева. Особое мнение на 101FM. Да, все верно, продолжается особое мнение. Сегодня особое мнение юриста Яна Чеботарева. Давайте еще о событии ушедшего уже года. Я имею в виду традиционный рейтинг «Люди года» от наших коллег, журналистов из газеты «Бизнес-новости» в Кирове. В номинации «Юрист года» вы оказались на третьем месте, да, по итогу 2015-го. Хотя до этого дважды. Дважды ведь были на верхушке. Ну, по-моему, да. Да, дважды были. То есть юрист года в Кировской области по версии «Бизнес-новостей» в Кирове. В этом году на первом месте оказался руководитель, ну, главный следователь, да, Житинев. На втором месте экс-руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Кировской области. Область молчал. Вот их, вот, например, те же самые «Бизнес-новости», главный редактор Александр Грисис, он считает, что взлет на первое место Житинева, он связан с активным расследованием, так называемого, Прокопьевской группировки. Может быть. Да. Согласны с этим, с этой позицией. Ну, вы знаете, я в данном случае все-таки не являюсь экспертом в области общественного мнения, формирования его и так далее, но, на мой взгляд, подобного рода место руководителя Следственного комитета управления свидетельствует о возросшем в прошедшем году и авторитете, и роли данного государственного учреждения в жизни общества. Может быть, это связано с расследованием дела, возбужденного в отношении Михаила Юрьевича Прокопьева. Может быть, с чем-то иным. Не знаю. Во всяком случае, не настолько близко я знаком с генералом Житиневым, чтобы оценивать его как юриста. Господин Молчанов является очень неплохим юристом, с которым было приятно и поспорить, и встретиться в суде и в управлении Федеральной антимонопольной службы. На мой взгляд, для Кировской области, для управления ФАС, это, безусловно, потеря. Это был очень яркий руководитель и, на мой взгляд, весьма эффективный. Давайте, чтобы наши слушатели, которые не в курсе, чтобы не пугались, с Артемом Владимировичем все в порядке. Он на повышение пошел. Он в Москву призвал на работу. В этом же ведомстве. Москва – город большой, выживать там гораздо тяжелее. Повышение, которое имеет место быть в настоящий момент. Дай Бог, чтобы все сложилось. И господин Молчанов продолжил свой карьерный рост, сохранив и человеческие качества, и качества профессионала. С тем, чтобы мы, возможно, спустя какое-то время гордились тем, что руководитель Федеральной антимонопольной службы является нашим земляком. О как. В целом-то вам замыкать тройку лидеров этой номинации не обидно, нет? Ну, никоим образом. Я в свое время начинал с 9-го места, если уж на то пошло, в списке бизнес-новостей. Невозможно все время находиться на вершине. На мой взгляд, изменения в списке номинантов, они абсолютно обоснованы, абсолютно адекватны. Показывают, что это живой рейтинг, не какой-то мертвый, постоянно стабильный, в чем очень часто, кстати, многие бизнес-новости упрекают. Шаг назад хочу сделать. Про Копьевских мы тут опять заговорили. Хочу спросить, может, есть какие-то тайны какие-то на уровне слухов? Что там, как делать-то продвигается? Неизвестно, не интересуетесь. Без комментариев. Без комментариев, хорошо. Продолжаем. Я хочу сейчас узнать, осведомиться в вашем мнении по одним из самых заметных событий, опять же, ушедшего уже 2015 года. Вот, к примеру, в начале декабря Госдума приняла законопроект о приоритете решения российского конституционного суда над вердиктами международных инстанций. Многие печатные электронные и всевозможные СМИ заголовками пестреляли о том, что все, рухнула эта система, которая десятилетиями существовала. То есть Россия тоже приняла решение отказаться от приоритета международного права над внутренним российским. Серьезное, на ваш взгляд, событие перед юридической плоскостью? Весьма серьезное и, на мой взгляд, весьма негативное ведущее к изоляции России. Все-таки у нас Конституцию никто не отменял, а в Конституции у нас прописано ровно наоборот. Ситуация, когда вместо законодателя в качестве органа, творящего права, выступает суд, на мой взгляд, все-таки недопустимо. У нас это повторяется из года в год, и это не первый случай, когда суды, вроде бы применяя нормы права, дают такое толкование, которое диаметрально противоположно тому, что написано в законе. К сожалению, я по-другому к этому относиться не могу. Все-таки Конституция Российской Федерации у нас провозглашает совершенно другой принцип, а именно приоритет общепризнанных норм международного права над внутренним федеральным законодателем. Многие люди, кстати, ничего страшного в этом не видят, показывают на те же Соединенные Штаты Америки, что они тоже давно не считаются во многих ситуациях с нормами международного права. Вот и Россия, поэтому, по этому пути, ничего страшного. Нет, не согласны? Не согласен. Почему? Ну, во-первых, Соединенные Штаты Америки никогда не были членами Совета Европы, хотя бы в силу географического своего местонахождения. Очень многие граждане Российской Федерации искали и зачастую находили, очень часто находили справедливость в Европейском суде по правам человека. Большинство наших сограждан слышали о такой возможности, незначительная часть туда обращалась, но очень часто, очень часто. Даже спустя несколько лет ожидания разрешения дела, жалобы поданной в ЕСПЧ, все-таки Европейский суд принимал то решение, которое удовлетворяло гражданина, обратившегося с индивидуальной жалобой. Либо взыскивал какую-то компенсацию, либо признавал факт нарушения Европейской конвенции по правам человека, что являлось обязательным условием для пересмотра решения суда по гражданскому либо уголовному делу. Кстати, для Кирова это далеко не виды, помните, да, Леонид Ковязин, который проходил «Наш земляк», который проходил по болотному делу и было решение ЕСПЧ, возмещение. Безусловно. На мой взгляд, подобного рода позиция Конституционного суда вызвана конъюнктурными соображениями. К сожалению, роль Конституционного суда год от года становится все менее значимой. И Конституционный суд сегодня это совсем не то, что Конституционный суд в середине 90-х годов, когда он не боялся принимать решения, когда было очень много особых мнений судей Конституционного суда. В настоящий момент наиболее активная часть членов Конституционного суда того периода находится в отставке. И мы имеем то, что мы имеем сейчас. В общем, вы не поддерживаете именно такое решение, да? Никоим образом я бы все-таки видел Россию частью Европы, а никоим образом не Северной Кореи на большой территории. Еще одно решение Госдумы, которое было принято тоже в начале декабря минувшего года, это изменение в законы Федеральной службы безопасности. Сотрудникам ФСБ разрешили стрелять и использовать спецсредства против беременных женщин, несовершеннолетних, инвалидов. Ну, конечно же, в случаях вооруженного сопротивления, в особых случаях. Также силовики сейчас могут применять оружие при задержании подозреваемых в тяжких или особо тяжких преступлениях, которые оказывают вооруженное сопротивление. Ну, вот такое решение. Ну, давайте так, здесь ничего страшного не происходит. На самом деле, я в свое время имел допуск к постоянному ношению и хранению служебного и индустриального оружия. Вы бывший сотрудник таможенной. Да, оперативного подразделения. Вот. Существовали всегда исключения со времен СССР. Да, действительно, в законе об оружии, в законе в милиции, тогда милиции, сейчас полиции, были оговорки о том, что гнистральное оружие не применяется против несовершеннолетних, женщин с явными признаками беременности. Ну, была оговорочка за исключением случаев группового нападения вооруженного сопротивления и так далее. Поэтому наши экзаменаторы всегда посмеивались, в каком случае можно стрелять в беременную женщину. В том случае, если она группа лиц, вооруженная, нападает на стрельным оружием, нападает на РВД, например. Вот. Ничего страшного здесь не происходит, на мой взгляд. Все-таки излишне нервные граждане относятся к подобного рода техническим, все-таки, я считаю, правкам. Меня просто удивило, что неужели не было этого в законе ОФСБ? Ну, может быть, в законе об ОФСБ напрямую это и не было, не являясь занятоком законодательства Федеральной службы безопасности, но в законе об оружии это было всегда. Поэтому здесь, на мой взгляд, это техническая корректива. И всё, не более. Хорошо. Ещё одно событие, тоже конца декабря прошлого года. С конца декабря в нашей стране изменились правила покупки и продажи валюты. Если сумма продажи или покупки превышает 15 тысяч рублей, надо в обменном пункте, в банке, нужно заполнять специальную анкету. Это занимает дополнительное время. Там нужно паспортные данные указывать, адрес регистрации, индивидуальный номер налогоплательщика. Банковская сфера представителей её не слишком радостно оценили, это новшество, потому что процедура будет удлиняться. Зачем это, на мой взгляд? Ну, на мой взгляд, государство предусматривает возможность дополнительных каких-то контрольных мероприятий, например, с целью проверки источника получения валютных средств, которые обмениваются на рубли Российской Федерации. Официально-то, собственно, эта причина, эта цель-то и указывается. Ну, строгость российских законов очень часто искупаются необязательностью их исполнения. На мой взгляд, если я пойду в банк и куплю тысячу долларов, например, вряд ли это знание как-то заинтересует ту же налоговую инспекцию, которая и так имеет и обладает знанием о моём доходе, к примеру. Ну, даже если я миллион долларов куплю, на что у меня нет возможности скопить денежные средства, что может государство сделать? Банк в любом случае мне эти деньги выдаст. Ну, может быть, не наличными средствами, конечно, а здесь уже другие законы в ход пойдут о противодействиях экстремизма и прочее, прочее. Обладать большим количеством наличных денег у нас хоть и не противозаконно, но получить их в любом банке достаточно проблематично. Вот. Никто не обязывает налогоплательщика, гражданина как-то дополнительно раскрывать источники дохода. Человек может банально не давать никаких показаний. Он может сказать, что он просто эти деньги скопил. И всё. То есть, ну, некоторый тренд в движении мысли наших государственных мужей, на мой взгляд, заметен. Считаю, что сократились налоговые поступления, объективно сократились, как вследствие кризиса в экономике, так и вследствие излишнего рвения отдельно взятых чиновников. И государство изыскивает какие-то новые контрольные функции, придумывает себе. Может, доллары запретить? Совсем. И евро. Ну, запретить-то их можно, это уже, собственно говоря, было. Я не буду в России, не вообще. Только в России? Да. По многому. Но у нас хождение иностранной валюты и так не допускается, все расчёты осуществляются в рублях. Банковские операции запретить, сделать невозможным хранение, противозаконным хранение наличной валюты. Но у нас это было уже, у нас просто чёрный рынок мгновенно воспрянет. И все операции, которые в настоящем государстве может хоть как-то контролировать и знать о них, просто уйдут в тень. Хорошо. Я говорю, что, простите, но в настоящем, поделюсь, в рублях хранить свои сбережения, на мой взгляд, неумно просто. Хорошо, давайте от федеральных законодателей перейдём к нашим, к местным, я имею в виду областное законодательство, остается, кстати, у нас не так много времени. Большую, довольно большую часть времени в 2015 году наши законодатели посвятили обсуждению вопроса, как бы нам скорректировать алкогольное законодательство. Давайте там не с 10, а с 8 начнём продавать. Давайте продлим время продажи по воскресеньям, да, с 17 до 22. И вот прошла эта как раз поправка в конце прошлого года. Якобы от этой поправки, от этих дополнительных, сколько там получается, 5 часов, 4 часов, да, от этих дополнительных часов у нас существенный доход будет в размере 300 миллионов. Что-то изменилось на мой взгляд с этим существенным? Ну, государство будет получать больше денег, другой вопрос, что эти деньги оно будет получать за счёт здоровья своих граждан. Насколько это правильно, морально, не знаю. С другой стороны, каждый выбирает для себя покупать ему спиртное, не покупать ему спиртное, пить ему раз в неделю, либо каждый день. В общем, пусть решают люди. Пусть решают люди, на мой взгляд, если существует спрос на приобретение данного вида товара вечером, например. Если его не удовлетворять, существует вероятность, что человек, простите, вместо нормальной бутылки водки, с которой и торговец заработает, и государство заработает, купит, простите, просто какой-нибудь суррогат, от которого отравится. Есть такая вероятность? Наверное, есть. На этом завершаем мы программу «Особое мнение». Напомню, что сегодня это особое мнение Яны Чебутарёвой, юриста. Спасибо большое ещё раз наступившим. Всех нас всего доброго. До свидания.